Добрый вечер. Куда обратиться, где зарегистрировать свое представительство, а также свои фирмы. Думаю, для них будет полезен сегодняшний наш эфир. И хотелось бы оттолкнуться вот от какого вопроса. Что является основным новшеством принятого закона? Ну вот, как известно, 9 января текущего года был принят закон Республики Казахстан, а в некоторых внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц, а также филиалов, учетной регистрации филиалов и представительств. Значит, таким положительным, хорошим новшеством данного принятого закона стала регистрация юридического лица, переход от разрешительного к уведомительному. Сейчас юридическое лицо заходит на портал электронного правительства путем интернет, заполняет уведомления на портале. Регистрация юридического лица проходит автоматически в государственной базе данных, юридические лица, завершением которой становится выдача, получение справки о государственной регистрации, конечно же, с присвоением бизнес-индификационного номера. А ранее как происходила вся эта процедура? Ранее нужно было собирать пакет документов, обращаться в Центр обслуживания населения, оплачивать государственную пошлину, выстаивать в очередях в кассе и сдавать, ждать сроки. Раньше срок по государственной регистрации занимал 5 рабочих дней. А сейчас же? Сейчас же это, конечно, в связи с новым принятым законом, все упростилось. В течение одного дня заявитель нас уведомляет и регистрируется в базе данных. Это касается тех фирм, совместных имеется в виду, которые в рамках таможенного союза будут открываться и открываются у нас же на территории, допустим, нашего региона? Конечно, также регистрируются юридические лица с участием иностранных государств. Просто там иной пакет документов, необходима легализованная справка, выписка с торгового реестра, копия документов учредителей, нотариально заверены с переводом. А также процедура такая же, все упрощено. Какие еще есть положительные стороны принятого закона для юридических лиц? Положительные стороны – это отмена ряда бумажных предоставлений, я уже говорила только что, предоставление ряда бумажных документов. Вы упоминали только что государственную пошлину, а теперь она как будет взиматься при регистрации юридических лиц? Государственная пошлина взимается, когда заявитель заполняет уведомление на портале. Уведомление – это как заявление, он отвечает там на все вопросы, где в конце ставит подпись электронно-цифровую. И путем заполнения через платежный шлюз оплачивает государственную пошлину. Об этом не все наверняка знают на сегодняшней практике, что показывают обращающиеся. Приходят сразу к вам, либо, как вы говорили, до этого существовала практика через цоны проходить, то есть блуждая-блуждая приходят к вам. Нет, сейчас граждане информированы, мы постоянно информируем. Но все равно еще много не знают, обращаются к нам в департамент за разъяснением таких вот вопросов. Если гражданин не может зайти в интернет и через портал заполнить уведомления, у нас есть в Центре обслуживания населения, сектор самообслуживания, там есть сотрудники, которые помогают заполнять. Поэтому, ну, как бы сейчас все процедуры, все упрощено настолько, что... То есть не стоит бояться слово «компьютер», «интернет», «электронный вариант» и так далее. Все делается, да. А на данный момент, вот если говорить о цифровом выражении, сколько зарегистрировано, в том числе и через онлайн регистрацию, через услуги онлайн регистрации? Если в 2012 году было подано 92 заявки онлайн, из них было 80 только зарегистрировано. Ну, значит, по каким-то причинам не прошли там схожие наименования, бывает отказ, документ, значит, заявителя бывает недействителен по сроку годности. Вот. То тогда уже за первое полугодие, значит, через портал электронного правительства зарегистрировано 351 юридическое лицо. Из них 342 в уведомительном порядке, это, значит, через интернет. Вот. И из 342, 336 — это субъекты малого предпринимательства. Спасибо. Из телефона звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Вы в эфире. Спрашивайте. Алло, здравствуйте. Как закрыть ИП и что для этого нужно? Спасибо. Ну, для вас это наверняка каждый день об этом вас спрашивают. Это уже, наверное, взаимодействие. Дело в том, что ИП, индивидуальный предприниматель, хотелось бы сначала сказать, что органы юстиции занимаются только регистрацией юридических лиц, филиалов и учетной регистрацией филиалов и представителей, а индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое проходит регистрацию только в налоговом органе. И мы не регистрируем. То есть дорожка к вам не лежит? Нет. ИП к нам не относится, да. Ну, тем не менее, посоветуем телезрителю обратиться в фискальный орган, где его... Да. Все сведения об ИП и перечень документов для регистрации ИП. Кстати, даже возьму на все смелости, на их сайте выложена вся необходимая информация в этом плане. На сайте налогового комитета. Есть еще фирмы, которые закрываются? Вот их как вы будете регистрировать в прекращении деятельности юридического лица? Да. Согласно принятого закона, существенно также изменена регистрация прекращения деятельности юридических лиц. Также изменены сроки регистрации, уменьшились с 10 рабочих дней до 5 рабочих дней. Также отмечается положительная тенденция. Сейчас отменено требование предоставления, значит, ликвидационного баланса, решение об утверждении ликвидационного баланса, а также, самое главное, справка об отсутствии налоговой задолженности, которые ранее граждане ходили, получали, выстаивали в налоговом комитете, ждали время, чтобы получить ее. А сейчас при обращении к нам это проходит все автоматически в базе данных, путем взаимодействия ведомственных систем, органов юстиции и налоговых органов. Ну, конечно, налоговые органы проверяют, и в случае незакрытия счетов, задолженности, не сдачи отчетов квартальных, годовых, конечно же, выносится отказ о регистрации прекращения деятельности юридического лица. Есть телефон звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Моя фамилия Нарушев. Я в горы архитектуры задаю документы на разрешение на строительство. Подаю право установивших документы и ксерокопии. Они требуются в ксерокопии заверить нотариусу. Почему сама архитектура не сверит документы и не поставит? Копия верна. Спасибо. Вопрос по адресу? Нет. К сожалению, ваш вопрос не относится к сегодняшней нашей беседе. Но, тем не менее, уважаемые телезрители, мы просим вас оставить свой телефон на нашей редакции. И завтра, когда информационная служба начнет свой рабочий день, мы постараемся вам помочь, либо посодействовать в решении вопроса. Возвращаясь к теме беседы, какие сроки сейчас установлены при регистрации ликвидации? Сроки государственной регистрации прекращения деятельности снизились. Если это ранее было 10 рабочих дней, то сейчас, я уже повторяюсь, путем автоматической проверки в базе данных сократилось до 5 рабочих дней. В целом, сейчас, вы вот сказали, очень много новшеств вводится для того, чтобы облегчить, ну, долю, как говорится, людей, в том плане, чтобы у них не было бумажного лакета, чтобы не тормозились их дела по срокам и так далее. В связи с чем у вас наверняка работают консультанты, но в целом по интересующим вопросам граждане куда могут обратиться? Ну и, естественно, если говорить непосредственно тем беседы, о зарегистрированных юридических лиц, информацию где они затем могут подчеркнуть? Значит, в порядке информации сообщаем не только для физических лиц, но и для юридических лиц. Значит, всю, касающуюся информацию юридических лиц и филиалов представительств, можно получить, зайдя на портал электронного правительства «Еговкий Зет». Если вдруг кто-то в силу незнания интернета или не имеет возможности, можете обратиться путем письменного обращения в Департамент юстиции по адресу город Ак-Тюбе, проспект Абая, 17. Также у нас действует сайт Департамента юстиции, называется онлайн-приемная. Вопросы поступают к нам каждый день. Значит, срок ответа в течение суток мы должны ответить. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы или сложности, можете зайти, написать и получите ответ. Ну и также есть у нас бесплатные консультации. Это звонок бесплатно на 1414 с любого телефона. На этом будем причастливаться с зрителями. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. С вами Боляк Мурал Майкузова, также Ирина Попенко, главная специалист областного департамента юстиции. Сейчас реклама, после которой Кульбаш Накатова ознакомит вас с новостями на казахском языке. Всего доброго. Спасибо за интервью. Редактор субтитров А.Семкин